Студентки из Турции отказали в прохождении стажировки в Европе из-за позиции Анкары в отношении вступления Швеции в НАТО. Студентка третьего курса факультета психологии университета Ибн Халдуна в Стамбуле по имени Фатма Зехра-Эс получила право пройти стажировку в Европе летом 2023 года в рамках грантовой программы Европейского Союза Erasmus+. Как пишет агентство АНАДУЛУ, 23 ноября 2022 года Фатма отправила по электронной почте письмо с просьбой принять участие в исследовательском проекте под руководством профессора Пера Карлбринга в Стокгольмском университете. Однако ответ профессора шокировал девушку. Пер Карлбринг написал. Дорогая Фатма, я хотел бы принять вас у себя, но вынужден отклонить вашу заявку в связи с тем, что Турция препятствует вступлению Швеции в НАТО. Мне очень жаль. Студентка продолжала бы в связи с ситуацией, так как ответ профессора демонстрировал дискриминационное отношение к Турции. Я была шокирована, когда получила подобный ответ. Мне потребовалось много времени, чтобы переварить то, что я прочитала. Тарун Линдхольм Аймыр, замдекана факультета психологии Стокгольмского университета, прислал Фатме письмо с извинениями за инцидент. Сам профессор Карлбринг оставил вопросы без ответов. Я надеялась, что Карлбринг пришлет письмо с извинениями, однако он этого не сделал, и я сильно разочаровалась. Считаю, что это было сделано по-детски, и на почве неприязни к Турции, что в корне неуместно. Фатма отметила, что она все же планирует пройти стажировку этим летом. Ее заявку принял другой профессор факультета психологии из того же университета. В своем недавнем выступлении президент Турции Реджеп Таип Эрдоган внеф подверг критике Швецию и ряд других европейских стран за потворство членам террористических организаций на их территории. Глава государства заявил, что экстрадиция террористов является обязательным условием поддержки Анкаро и заявок Швеции и Финляндии во вступление в НАТО. Как сохранить и приумножить свой капитал в кризис? Так называется бесплатный мастер-класс эксперта в области халяль-инвестиций Кумара Мухамедзянова. Очень полезная и актуальная информация в наше время. Переходите по ссылке. Не пожалеете.